Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! С вами Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников, и сегодня мы с вами будем слушать продолжение сказки про забавного, отважного слоненка. Вы ничего не забыли? Тогда я вам напомню, что сказка называется «Слоненок». Первый, кто попался слоненку на глаза, был двухцветный питон. Это огромная змея, обвивавшаяся вокруг скалистой глыбы. — Простите, — вежливо сказал слоненок, — не видели ли вы в этих краях крокодила? — Не видел ли я крокодила? — гневно воскликнул питон. — Что за вопрос? — Простите, — повторил слоненок, — но, может, вы мне можете сказать, что у крокодила бывает на обед? Двухцветный питон мгновенно развернулся и стал бить слоненка своим тяжелым притяжелым хвостом. — Странно, — заметил слоненок, — отец и мать родной дядюшки, тетушки, не говоря уже о другом дяде Гиппопотамии и третьем дяде Павлине, все меня били и трепали за неугомонное любопытство. Вероятно, и теперь мне все же от всех достанется. Он вежливо попрощался с питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалистой глыбы и пошел дальше, немного разгоряченный, но нисколечки неудивленный. По дороге он ел дыни и корки бросал, так как он их не мог подбирать. У самого берега большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо он наступил на что-то, показавшееся ему бревном. Однако в действительности это и был крокодил. Да, мои милые, это и был крокодил, который подмигнул ему глазом вот так. — Простите, — вежливо сказал слоненок, — не случалось ли вам в этих краях встречать крокодила? Когда крокодил прищурил другой глаз и наполовину высунул хвост из тины, слоненок вежливо потянулся. Ему вовсе не хотелось, чтобы его опять побили. — Иди сюда, малютка, — сказал крокодил. — Отчего ты об этом спрашиваешь? — Простите, — вежливо ответил слоненок, — но отец меня трепал, мать меня трепала, не говоря уже о дяде Страусе и о тете Жирафе, которые трепали и дрались со мной очень больно. Как дядя Гиппопотам и дядя Павлин тоже меня трепали, бил меня даже здесь на берегу двухцветный питон, а он своим тяжелым-притяжелым хвостом колотил меня больнее всех. Если вам не все равно, то, пожалуйста, хоть вы меня не бейте. — Иди сюда, малютка, — повторило чудовище. — Я крокодил. И в доказательство он залился крокодильями слезами. У слоненка от радости даже дух захватило. Он встал на колени и сказал. — Вы тот, кого я так много дней ищу? Будьте добры, скажите мне, что у вас бывает на обед? — Иди сюда, малютка, — ответил крокодил. — Я тебе скажу на ушко. Слоненок пригнул голову к зубастой пасти крокодила. А крокодил схватил его за нос, который у слоненка до этого дня и часа был не больше сапога, хотя гораздо полезнее. — Кажется, сегодня, — сказал крокодил сквозь зубы, — вот так, кажется, сегодня на обед у меня будет слоненок. Это вовсе не понравилось слоненку, милые мои. Он сказал в нос, вот так, не надо, опустите. Тогда двухцветный питон со своей скалистой глыбы прошипел. — Мой юный друг, если ты сейчас же не примешься тянуть изо всех сил, то могу тебя уверить, это твое знакомство с большим кожаным мешком окончится для тебя плачевно. Слоненок сел на берег и стал тянуть, 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 тянуть. И тянул нос все длиннее и длиннее, а нос вытягивался. Крокодил барахтался в воде, взбивая белую пену хвостом. А он тянул, тянул, тянул и тянул. Ну что, мои маленькие друзья, мальчики и девочки, продолжение сказки мы с вами будем читать завтра. А сейчас садитесь поудобнее, мы будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь, как обычно, до завтра. Всего доброго, до свидания, пока! Пока!